МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия. В студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Сделано в Удмуртии. В республике может появиться новый семеноводческий центр. Повод для праздника есть. В Глазове завершился ремонт дорог. Самые масштабные за последние десятки лет. Богатство в разнообразии. Республика начинает подготовку к этнографическому диктанту. В республику идет похолодание. К концу недели, предупреждают синоптики, ожидаются ночные заморозки. За погодой внимательно следят коммунальные службы. В этом году отопительный сезон в республике решили начать, не дожидаясь нормативных среднесуточных плюсов 8 градусов в течение пяти дней. Запуск тепла начался 17 сентября. На сегодня отопление получили уже более 200 домов по республике. Жилищная инспекция в период запуска отопления будет контролировать то, насколько оперативно и качественно выполняют свою работу управляющие организации и ТСЖ. Мы говорим о тех ситуациях, когда тепловоситель в трассах, он нормативный, а управляющая компания ничего не делает, не обеспечивая гражданам нормативное тепло в квартирах. В случае возникновения проблем с управляющей компанией, особенно сейчас, в период подачи тепла в дома, жильцы могут обратиться на горячую линию. Телефон на экране. Жителям республики предложили принять участие в опросе и высказать свое мнение, как они оценивают результаты проекта «Безопасные и качественные дороги». Для этого в региональном сообществе, в социальной сети ВКонтакте нужно ответить на несколько вопросов, которые касаются качества реализации проекта. Напомним, только в Ижевске по этой программе в порядок привели 43 участка. В опросе уже приняли участие более полусотни человек. А в Глазове в эти дни уже подводят итоги масштабного дорожного ремонта. За лето отремонтировано почти половина городских улиц. Это событие стало поводом провести на главной площади города большой праздник. На нем побывала и наша съемочная группа. О дорогах в Глазове в эти дни говорят все. Здесь даже грандиозный праздник. На главной площади города устроили, отмечая завершение стройки века. И это не преувеличение. За лето в порядок привели почти половину дорог с северной столицы Удмуртии. Впервые, наверное, за всю историю города Глазово, а городу 340 лет, такой масштабный проект реализовывался на улицах города. Мы обычно не более трех километров в год до сих пор наших дорог ремонтировали. И то не с пышняком, что называется, а ямочный ремонт, картами. В этом году все стали свидетелями грандиозного просто проекта. Из 97 километров асфальтовых дорог Глазово в этом году отремонтировали 38. На 44 улицах покрытие укладывали по новой технологии. Городские дороги привели в порядок в рамках соглашения, которое исключили власти республики и госкорпорация «Росатом». Проект и сама его реализация на сегодня является примером эффективности в республике. То есть, когда он был прописан полностью по дням, по улицам, по метрам, по квадратным, по объемам асфальтовой смеси. Ну, действительно реализовано на высоком уровне. За почти 18 лет моих постоянных приездов в город я, конечно, не мог до этого наблюдать такую роскошную дорожную сеть, такие тротуары, пешеходные дорожки. То есть, зону социального комфорта для горожан, для жителей славного города Глазово, который так нам дорог. Ремонтные работы проводились с привлечением представителей общественных организаций, а улучшить народный контроль позволили системы видеофиксации. В режиме онлайн любой житель мог зайти, скачать программу, зайти в нее, введя пароль, и посмотреть, как говорится, как ремонтируются дороги, то есть, есть ли нарушения. Глазов, кстати, стал первым городом Удмуртии, который успешно внедрил эту систему. В дальнейшем ее будут использовать и в других городах. Окончание дорожных работ и предстоящий праздник, День работников атомной промышленности, Глазовчане отметили большим праздником демонстрации. Во главе колонны пришла спецтехника, которая была задействована в ремонте городских дорог. А за ней легковые автомобили и колонны мотоциклистов. В концертной программе выступили лучшие музыкальные коллективы Глазова. Дмитрий Вороновлин, Василий Гогряков, телеканал «Моя Удмуртия». Итоги конкурса «Трезвое село» обсудили за круглым столом. Конкурс проводится среди муниципалитетов с целью профилактики потребления алкоголя и пропаганды здорового образа жизни. В обсуждении принял участие руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В феврале с организацией Удмуртия подписала соглашение и уже сегодня получила от нее первую спортивную площадку. Такие в перспективе должны появиться во всех городах и районах республики. Продвижение здорового образа жизни, по мнению федерального представителя, дают свои результаты. 40% граждан Российской Федерации среди тех, кого опрашивали, не потребляют алкогольную продукцию. Это официальные данные, которые сегодня были опубликованы. И они в положительную сторону поменялись за 10 лет. Вся выкладка по социологии есть. Это, безусловно, тот результат, который сегодня каждый из вас и здесь, на локальном уровне, и многие другие, те, кто в других регионах, на федеральном уровне, ежедневно, кропотливо уделяют этому вниманию. Для более эффективной работы нужны серьезные законодательные инициативы. Так на круглом столе высказали предложение увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Селекционный семеноводческий центр может появиться в республике. Создать его решили в УВЕ. О будущем новом комплексе УВИНСы рассказали нашим журналистам. Этот зерносушильный комплекс построили еще в 80-е годы. Деревянная постройка все еще в деле. Работает на печном топливе. Дмитрий здесь трудится пятый сезон, рассказывает. К постоянному шуму, а старое оборудование прилично гудит, привык не сразу. Работа вообще не из легких. Чтобы получить хорошие семена, приходится потратить на это не один час. Когда сырое зерно в поле приходит, вот это процесс долгой сушки. За один проход не просушивается, несколько раз приходится повторно просушивать, чтобы не испортить семена. В итоге качество семян невысокое, слишком много примесей. Исправить эту проблему поможет новый комплекс. Его уже наполовину построили. Это не просто зерносушилка. Это целый селекционный семеноводческий центр. Его мощность в три раза выше, чем у старого комплекса. В качестве семян это и есть будущий твой урожай. И в первую очередь нужно получить качественные семена для себя. Но наши площади позволяют реализовывать из этого. Завод будет работать круглогодично. То есть и в зимний период, не только осенью. Будет работать и зимой, и весной. Здесь будет установлен цех протравливания. То есть семена будут уже из завода выходить протравливанные и полностью готовые к посеву. Хозяйство вложило в проект порядка 120 миллионов рублей. Большая часть расходов на современное немецкое оборудование. Часть из него уже установлена. Операторы осваивают электронику. Как оператору-то легко. Но надо все равно это все регулировать, смотреть. В полную силу селекционный семеноводческий центр заработает в следующем году. Как раз к началу уборочной. Альбина Валикжанина, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Сотни поздравлений со всех уголков страны сегодня звучат в адрес многотысячного коллектива главного военно-строительного управления номер 8. Предприятию 90 лет. Чем гордятся военные строители, расскажут наши корреспонденты. До начала торжественного собрания еще несколько минут. В праздничном фойе у ветеранов и сотрудников предприятия есть время пообщаться в неформальной обстановке, вспомнить коллег, а еще историю. Она началась 90 лет назад с создания областной строительной конторы «Удмуртстрой». Тогда главной целью стало строительство промышленных объектов, жилья, административных зданий. А в сложные военные годы строительная контора обеспечивала работой три десятка эвакуированных в Удмуртию предприятий. Коллектив сегодня – старейший главк в системе военно-строительного комплекса. Многотысячный коллектив специалистов высокого класса, которые выполняют сложнейшие задачи во многих регионах России. Пройден большой путь. Созданы славные традиции, которые передаются из поколения в поколение. С июля 2017 года мы с вами вошли в состав военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации. В Удмуртии коллективом предприятия построено более 80% жилого фонда. Социально-культурной и административной инфраструктуры Ижевска, Сарапула, Воткинска возведены производственные корпуса ведущих заводов Удмуртии. А Свято-Михайловский собор, Государственный цирк, Дом дружбы народов и Ижевская набережная давно считаются визитными карточками региона. Все те заводы, на которых разрабатывалось и производилось то самое уникальное оружие, которое и сформировало славу русскому оружию, строились главным военным строительным управлением номер 8. Там, где работают военные строители, там высочайшее качество и надежность. И только, пожалуй, военные строители могут выполнять сверхзадачи. В 90 лет мы стали настоящей кузнецей кадров. Выросло не одно поколение строителей, которым без преувеличения может гордиться родная республика, да и вся Россия. На предприятии продолжают гордиться своими сотрудниками. Глава региона Александр Бричалов вручил знак почетной строителю Удмуртии руководителю главка Вадиму Вагулярному и наградил лучших сотрудников предприятия. Елена Абуховская, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Кузницы инженерных кадров. Так отзывались об Ижевских гости фестиваля изобретений. Свои разработки на нем представили не профессиональные конструкторы, а студенты и школьники. Чем удивляли, знают наши корреспонденты. Багги, модели беспилотников и боевых машин. Все это разработки школьников и студентов республики. Дамир Хасанов на фестивале изобретателей привез очки дополненной реальности. Проект уже получил одобрение в Сколково. Автор уверен, его разработка пригодится людям активным. Теория вообще это велоспорт, так как человек может получать какую-то информацию по тому, сколько он проехал. Это, скорее всего, технический альпинизм, когда люди, у них заняты руки, и они не могут, например, получить информацию с мультиметра. Эту информацию мы можем вводить в глаз, человек сможет ее без труда получить. Позывной «Мехтим» – так называется съезд изобретателей. «Мехтим» – шифр Михаила Калашникова на конкурсе по созданию автомата в 1946 году. Сегодняшний фестиваль – часть Республиканского дня оружейника. Надо сказать, что очень плотно детские работы связаны с предприятиями и с кадровыми службами. Сейчас это нормальная практика и очень хорошая кадровая история, когда, по сути, охотятся руководители предприятий за юными талантами, за изобретателями. А вообще, так как мы идем в направлении цифровой экономики и развития экономики, без детского творчества в таком направлении просто немыслимо. Сразу после фестиваля изобретателей на площадке возле музея воссоздали одно из сражений Великой Отечественной войны. Для этого в Республику приехали клубы реконструкторов из Кирова, Перми и Новоуральска. В будущем есть идея сделать военно-историческую реконструкцию более масштабной. Как знать, может быть, в следующем году, в год столетия Михаила Тимофеевича Калашникова, эта идея воплотится в жизнь. Ну а сегодня это действительно военно-историческая реконструкция здесь у нас, на нашей площадке. Это будут небольшие эпизоды времен Великой Отечественной войны, ну а в принципе с оружием, с обмундированием советских солдат, а также и немецкого вермахта. В будущем фестиваль молодых изобретателей может получить продолжение. В планах в школах республики открыть специальные инженерные классы. Александр Аземидов, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». Удмуртия вместе со всей страной в эти дни начинает подготовку к большому этнографическому диктанту. Он позволит оценить уровень этнографической грамотности людей и их знаний о народах, которые проживают в России. Диктант намечен на 2 ноября. О том, как идет подготовка, расскажет Дмитрий Вороновнин. Во 2 ноября Ольга Степанова ждет с огромным нетерпением. В прошлом году большой этнографический диктант девушка написала на твердую пятерку. Несмотря на то, что несколько каверзных вопросов ее поставили таки в тупик. Но выбираться с честью из сложных ситуаций для ижевской всезнайки – настоящий драйв. Были вопросы на знание национальных блюд, на знание элементов национальной одежды. Также сложнее были мне вопросы, которые касаются народов Кавказа. Вот здесь мне нужно еще поработать. Для меня это был очень интересный и полезный опыт. Это для меня как своеобразный экзамен. В прошлом году такой драйв ощутили 367 тысяч россиян, написавших этнодиктант. А Удмуртия стала третьим регионом в стране по количеству участников. Культурно-просветительская акция была задумана для того, чтобы оценить уровень этнографической грамотности населения и их знаний о народах, которые проживают в России. И 2 ноября состоится уже третий такой диктант. Всего будет подготовлено 30 вопросов для участников диктанта. 20 из них, так же, как в прошлом году, будут федеральные. А 10 вопросов придумывает каждый регион, составляет. И вы сможете ответить на вопросы, касающиеся именно этнографии жителей Удмуртии. И мало кто знает, большой этнографический диктант – это проект, инициатором создания которого в 2016 году стала именно Удмуртия. Идею подхватила затем вся страна. Удмуртская республика была инициатором этого проекта. Это дорого стоит, это шикарно, здорово. И я думаю, что сегодня даже Удмуртия вот в этой части является законодателем МОД и в другие регионы. У нас учатся, тем более, хват 85 регионов Российской Федерации. Так или иначе будут участвовать. Это тоже говорит о системности данного проекта. «Час Икс» назначен на 2 ноября для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, а в Удмуртии их планируется около 20, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Дмитрий Вороновлин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Государственному цирку Удмуртии 15 лет. Новый юбилейный цирковой сезон открывает зажигательной премьерой. Международная программа, совместный проект национального цирка Кении и артистов цирка Никулина. Среди тех, кто выйдет на арену призеры конкурса в Монте-Карло, Елена Буховская побывала на премьере. День рождения укреплять нашу хорошую традиционную дружбу с Российской государственной цирковой компанией. Никаких революций. Самое главное, чтобы цирк развивался и радовал детишек, жителей и гостей нашей столицы. Зажигательный ямайский шоу-балет, яркие танцовщицы, красочные костюмы, свет, звук, лазерное шоу. Зрелищный спектакль. Так много экзотики на манеже нашего цирка, пожалуй, не было давно. Международное шоу – совместный проект артистов национального цирка Кении и цирка Никулина. От трюков бронзовых призеров Монте-Карло, гимнастов воздушного полета герои аж дух захватывает. Это один из самых зрелищных номеров. Восемь акробатов цирка Никулина парят под самым куполом без страховки, выполняют редкий и очень опасный трюк – тройное сальто-мортале. Самое сложное для нас – это подобрать вот это время, чтобы сошлось в определенный момент. То есть он должен сделать там тройное сальто, и в этот момент лавитор должен оказаться прямо в мертвой точке, вот в этой самой, чтобы идеально они могли попасть. Если он окажется раньше или позже, то есть уже будет срыв. Изюминка нового спектакля – слияние двух, казалось бы, абсолютно разных цирковых школ – классической российской и национальной зажигательной кенийской. Удивляют зрители и четвероногие артисты. На манеже целый караван верблюдов, нильские крокодилы, страусы, ламы и еще множество экзотических животных. Плюс классика советского цирка – медведи на велосипеде. Понравилось, особенно с мишками. Мы были просто в восторге от мишек. Мне очень понравился цирк. Он фантазерский, очень красиво. На Канаде. Очень неожиданно, очень высоко. Звери ухоженные, красивые. Чтобы собрать такую разноплановую международную труппу, это полсотни артистов с разных континентов и стран понадобилось полгода. У вас цирк, фестиваль, фестивали. И ежевские зрители такой искушенные, что невозможно ничем удивить. И поэтому мы постарались здесь соединить то, что лучше уже, может быть, у нас такой чуть-чуть перебор, что артисты со всех стран и континентов, животные со всех стран и континентов. В Ижевск мы привезли очень много нового. У нас манежное оформление, которое вы видите, половина новая. Вы увидели костюмы, которые были специально сделаны, чтобы начать программу, юбилейную программу в Ижевске. Юбилейной международной программой артисты цирка Никулина и зажигательные кенийские артисты будут удивлять публику до конца октября. Цирк вас любит и ждет! Елена Абуховская, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И небольшая информация напоследок. Сегодня, 24 сентября, по календарю день доброго отношения к близким. Чем не повод сказать теплые слова тем, кого вы считаете самыми родными людьми. С пожеланиями хорошего продолжения дня прощаемся с вами и мы. Еще больше новостей узнавайте на нашем сайте. Моюдом.ру. До встречи. Мояукова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова